В честь Дня сотрудников органов внутренних дел в Солнечногорске поздравили представителей профессии. Лучшим из лучших вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Со сцены Деколепси для сотрудников органов внутренних дел прозвучали песни в исполнении Аниты Цой. Группы «Пятеро» выступил шоу-балет «Алый Духовый Тодос». Присутствующих поздравили глава городского округа Владимир Слепцов, начальник отдела Министерства внутренних дел России по городскому округу Солнечногорск полковник полиции Денис Авершин, депутат Мособлдумы Сергей Юдаков и благочинный церквей Солнечногорского округа протеерей Антоний Терков. Глава Солнечногория встретился с трудовым коллективом НПО «Стеклопластик» и озвучил планы развития округа. Также о дальнейшем развитии Андреевки узнали и жители теруправления. В следующем году здесь будет проведено масштабное благоустройство. Работы по созданию комфортной для жителей среды проводились также и в этом году. Кроме того, в 2020-м начнется проектирование и строительство современной школы на 1100 мест в деревне Голубое и пристройки на 300 мест к существующей Андреевской школе. Также руководитель муниципалитета встретился с педагогическим составом. Участники обсудили волнующие вопросы в сфере образования. Детский сад номер 36 в Солнечногорске стал победителем конкурса дошкольных образовательных организаций Московской области на присвоение статуса региональной инновационной площадки в 2019 году. Детский сад получил грант на приобретение инновационного оборудования, сумма которого составила 550 тысяч рублей. Максим Козлов! Солнечногорск! ПТП Максим Козлов занял второе место по итогам конкурса «Водитель года-2019». Финал состоялся в Сочи на трассе «Формула-1». Городской округ Солнечногорск стал единственным муниципалитетом от Московской области, принимавшим участие в конкурсе. Пешеходную зону протяженностью порядка 410 метров обустроили в территориальном управлении «Ржавки». Дорожка проходит от дома номер 8 до монумента «Штыки». Вместе с новыми лавочками и урнами для раздельного сбора мусора здесь появилось освещение. Ширина дорожки составляет около двух метров. Проект благоустройства территории был вынесен на общественное обсуждение и получил одобрение от жителей. Также здесь завершается капитальный ремонт трех многоквартирных домов. Произведен ремонт кровли. В городском округе ведут работы по очистке и благоустройству прудов, в том числе и пожарного назначения. Подрядная организация проводит опиловку веток и упавших деревьев. Вынимает тину и мусор из воды, акашивает камыш и прибрежные водные растения. В программу 2019 года вошли 12 водоемов, на двух работы уже завершены. В Солнечногорске прошло общее собрание садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариств по имущественным вопросам. На встрече выступили представители областного министерства имущественных отношений, местного отделения Союза садоводов России и специалисты налоговой инспекции. Редактор субтитров А.Семкин